Это уже восьмой международный детский турнир по мини-футболу кубок флагов. Команда 10-го лицея Хима готовилась к соревнованиям основательно. Команда лицея номер 10 существует уже давным-давно. Это у нас самые молодые, перспективные. У нас боевое настроение, мы готовы, заряжены. Только на победу. Среди участников ребята из образовательных учреждений Химок и не только. Впервые в этом году юные футболисты из Луганской народной республики. Конечно, для детей это огромная радость и большое событие участвовать в подобном спортивном состязании. Дети, конечно, участвовали в подобных мероприятиях регионального масштаба, но такой уровень для нас впервые. Готовились мы очень классно и настроение на боевой. Готовы на поле побеждать. По традиции побороться за первое место в турнире кубок флагов приехали игроки из дружественных стран. Команда из белорусского Гродно в таком составе выйдет на поле в турнире впервые. Признаются соперники достойны. Мы принимали участие в прошлом году, только немножко детьми постарше. В этом году мы привезли детей помладше. Команда готовилась, как обычно, тренировочный процесс. Как настроение? Хорошие, готовы выигрывать. Перед началом соревнований выступления творческих коллективов «Химок» гимн международного турнира «Кубок флагов» вместе с артистами исполняли все присутствующие. Первый турнир состоялся в 2017 году по инициативе главы «Химок» Дмитрия Волошина. С каждым годом тех, кто желает продемонстрировать свои футбольные навыки, становится все больше. Каждая команда выходит со своим флагом. И в турнире мы приглашаем команды наших друзей из Белоруссии, из Донецка, из Луганска. Соревнования объединяют. Футбол – это игра, которая прививает детям любовь к спорту и, конечно, учит командной работе. Прекрасное название «Кубок флагов». И мне нравится, что здесь не формально, знаете, подходят к организации, а прекрасный стадион. Все эти люди, которые придумали вот это великолепие, для них действительно важно, для всех нас важно, чтобы ребята получали удовольствие от игры в футбол. Трибуны заполнены. Поддержать свою команду пришли целыми классами и даже семьями. С приветственным словом к игрокам обратились почетные гости. Ребята, играйте, побеждайте. Становитесь чемпионами не только в спорте, но и в своей жизни. Успехов всем. Первый символический удар по мячу нанесли почетные гости. Стадион поделили на несколько зон. На протяжении всего дня 28 команд, а это около 300 ребят, боролись за «Кубок флагов». На поле царила по-настоящему напряженная атмосфера. Все игроки достойно отстаивали право лучших. Первое место завоевала команда 31-й школы «Химок». Мы в прошлом году заняли первое место. В этом году тоже хотели первое место занять. Это как стимул был. Групповой этап мы прошли с легкостью. Там обыграли команду «Сухую». Второе и третье место заняли ребята из девятой гимназии «Химок» и игроки из «Гродно». Также на торжественной церемонии награждения определили победителя в номинациях «Лучший нападающий», «Полузащитник», «Воротарь». Так медаль за голкипера забрал игрок белорусской команды. Сложно было в каждом матче, даже когда соперник может быть не очень сильным, всегда он может атаковать. Ну и всегда есть атаки, всегда надо быть на чеку. Международный турнир «Кубок флагов» подарил ребятам новые знакомства и, конечно, добрые впечатления и яркие эмоции, которые они запомнят надолго. Анастасия Кравцовская, Дмитрий Бочаров, Софья Ткаченко, Новости Химки-ТВ.